Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. Мы продолжаем наши видео уроки по истории древнего мира. И сегодня мы продолжим разговор о богах древней Эллады, древней Греции. На прошлом видео уроке мы с вами говорили о старших богах, о Зевсе и об Аиде, о Посейдоне и о Гере, о Диметре и о тех, кто создал этот мир Уране, Гее, Кроносе. Сегодня поговорим про младших олимпийских богов. Напомню, что олимпийскими их называют, потому что по верованиям древних греков жилище богов было на горе Олимп, располагавшейся в северной части Греции, самой высокой горе Эллады. Чтобы не запутаться в этих самых греческих богах, которых много, мы сегодня будем говорить про них в алфавитном порядке. Начнем с буквы А. Однажды бог Зевс, который очень любил красивых женщин, влюбился в нимфу, которую звали Лето. И от этой нимфы Лето у Зевса родилась целая пара богов, мальчик и девочка, близняшки Аполлон и Артемида. Аполлон, высокий, красивый, статный, юноша, является покровителем искусств. Многие считают, что Аполлон это бог солнечного света. В этом смысле Аполлон сливается с богом солнца Гелиосом. Аполлон единственный из древнегреческих богов, который в древнем Риме не получил какого-то особенного имени. Так уж получилось, что древние римляне заимствовали почти всю древнегреческую религию. Правда, греческим богам давали свои собственные имена. Аполлон единственный, кто удостоился сохранения греческого имени и в римских легендах и сказаниях тоже. Символами Аполлона был луч солнца, а также лавр, венками из которых увенчивали героев древней Греции и стрела. Стрела, которую иногда считали солнечным лучом. Аполлон это бог-лучник. Прекрасно стреляющий из лука Аполлон разит без промаха и его стрелы весьма и весьма смертоносны. Мы с вами знаем, что именно Аполлон направлял руку Париса, когда Парис стрелой поразил великого героя Ахиллеса прямо в его Ахиллесову питу. Вместе с Аполлоном родилась и его сестра-близнец богиня Артемида. Богиня Артемида с юности дала обет безбрачия и она остается богиней-девою. Ее считают покровительницей охоты. Большую часть времени Артемида проводит в лесах в окружении зверей и птиц, которых очень любит, но это не мешает ей время от времени на них охотится. Артемида тоже прекрасная лучница, так же как ее брат Аполлон она бьет без промаха. Когда мстительная Гера наслала на мать Аполлона и Артемиды нимфу лета страшного, страшное чудовище, то Аполлон и Артемида, будучи совсем юными, справились с этим чудовищем при помощи своих волшебных луков. Символами Артемиды был тоже как ее брата лук со стрелами, а также лань и как это ни странно медведица. Артемида не любит мужчин, она любит свободу. Если ее брат Аполлон у греков стал ассоциироваться с солнцем, то богиня Артемида слилась с богиней Селеной, с богиней Луны, ее считают покровительницей лунного света. В древнем Риме богиню Артемиду звали Дианой. Вообще надо сказать, что Артемида достаточно суровая богиня и нередко те, кто осмеливается перечить этой богине или как-то ее оскорбить, их ждет очень суровая участь. Скажем известная история юноши, которого звали Актион. Актион охотник, гуляя по лесам, вдруг услышал веселый хохот, смех и громкие крики девичьей, которые раздавались у ближайшего озерка. Он выглянул из кустов и увидел там прекрасных нимф, которые купались. Среди этих нимф была и богиня Артемида. Актион увидал богиню Артемиду обнаженной и потом много этим хвастался. Артемида страшно оскорбилась и за это подглядывание Актиона ждала страшная кара. Артемида превратила Актиона в оленя и собственные собаки этого Актиона разодрали его на клочки. Вот так вот был покаран тот, кто решил подглядывать за вечно юной девой Артемидой. Следующий из греческих богов это Арес. Арес один из немногих богов, который является сыном Зевса и Геры. То есть он родился у Зевса от официальной жены. Арес у греков это бог войны. Войны бывают разные. Есть войны справедливые, когда ты защищаешь свою собственную родину. А есть войны жестокие, завоевательные, разрушительные. И вот богом такой кровавой разрушительной войны являлся Арес. По легендам греческим Арес очень любил, когда люди проливали кровь и зачастую сам видя с вершины Олимпа сражения, которые вели разные народы, бросался в гущу воинов и разил их направо и налево. Неудивительно, что Арес всегда изображался в области сурового воина в доспехах с копьем, со щитом. Копье, пылающий факел, а также птица Корншун, хитрая и хищная птица Коршун, это символы бога Ареса. В Риме Ареса называли Марсом. Марсом называется кровавая красная планета, располагающаяся в Солнечной системе. У Ареса достаточно много детей, правда нет жены. Детей своих Арес соорудил вместе с богиней любви Афродитой. И от этого союза родились, во-первых, два страшных существа Фобос, то есть страх и Деймос. Ужас сыновья Ареса, ужас и страх. Деймос и Фобос постоянно сопутствуют отцу и участвуют вместе с ним в сражениях. Но от этого же союза родился и Эрод. Эрод, то есть бог любви. Мы с вами его привыкли видеть в виде такого пухлого малыша с крылышками, который летает по миру и стреляет в людей из своего маленького лука. А стрелами на этом луке являются цветы. И кого поразит стрела и рот, а тот навсегда будет влюблен. Так что от союза войны и любви порождается и страх, и ужас, и истинная любовь. Дочерью Зевса и титаниды Метиды была Афина. Греческие мифы рассказывают, что Зевс, когда зачал ребенка с Метидой, опасался, что его избраннице будет угрожать, его ревнивая жена Гера. Поэтому Метиду спрятал. Попросту говоря, проглотил. Беременная Метида оказалась в чреве Зевса. Но у Зевса после этого страшно разболелась голова. Настолько тяжело, что Зевс не мог с этим справиться. И в порыве ярости, измученной головной болью, он повелел своему сыну, богу, кузнецу Гефесту, разбить ему голову, чтобы избавиться от этой боли. Гефест с удовольствием папе по голове молотком тюкнул, расколол череп, и из этого черепа родилась богиня Афина. Поэтому иногда говорят, что у богини Афины не было матери, а был только отец Зевс. Афина, в отличие от Ареса, это богиня справедливой войны. Войны, когда люди воюют, защищая свою собственную страну, свою родину, свою отчизну, и не стремятся к завоеванию. Богиня Афина, она еще и богиня мудрости. Поэтому неудивительно, что символом ее является сова. Сова, которая, по мнению легенд, является самой мудрой из птиц. Другим символом богини Афины является олива. Мы с вами знаем, что сегодняшняя столица Греции, это город Афины. Город Афины, это один из самых известных греческих городов еще с древности. И про Афины мы будем говорить достаточно много. Греческие мифы и легенды говорят, что свое название этот город получил именно от богини Афины. А богиня Афина, соответственно, получила свой второй символ. Оливковое дерево. Когда-то за вот этот город, тогда еще без названия, спорили бог морей Посейдон, который желал быть его покровителем, и богиня мудрости и войны Афина. И чтобы разрешить этот спор, боги решили принести жителям вот этого городка какой-либо дар. Посейдон ударил трезубцем в скалу, и в центре Афин забил источник. Но Посейдон был богом моря, и вода в источнике была морской, соленой, пить ее было невозможно. Афина же ударила своим копьем на землю, и там выросло оливковое дерево. Оливковое дерево принесло плоды, которые использовались в пищу и для приготовления масла. И вот это вот олива, то есть маслиничное дерево, стало символом и богини Афины, и очень распространенным вокруг города Афины растением. В Риме богиню Афину называют Минерва. Второе имя Афины Паллада, зачастую так и говорят Афина Паллада. Это имя Афина получила после победы над страшным великаном Палантом, которого не только победила в бою, но и содрала с него шкуру, и из этой шкуры соорудила себе боевой плащ. Уже упомянутой богиней любви является Афродита. У греков есть разные мифы о том, как Афродита появилась. По одному мифу Афродита была дочерью Зевса и богиней Дионы. По другому мифу Афродита родилась без помощи Зевса, зародившись в морской пене у острова Кипр. Поэтому зачастую ее называют пенно рожденная или киприда, то есть рожденная на Кипре. По преданию из морской пены, из морского прибоя на берегу Кипра появилась прекрасная девушка, ставшая богиней любви и красоты. Афродита при этом остается достаточно суровой богиней и жестоко карает тех, кто отказывается от любви ради каких-то других целей. Символами Афродиты являются роза, яблоко и золотая чаша. Греки очень любили изображать богиню Афродиту, прославляя женскую красоту. И одна из самых известных статуй – это статуя, которую называют Венера Милосская. На острове Милос в Греции была найдена статуя богини Афродиты, которую в Риме называли Венера. Сегодня эта статуя – одна из самых прекраснейших греческих статуй. И очень жаль, что когда ее доставали, у нее, к сожалению, откололи руки. Но тем не менее, вот эта вот статуя Афродиты или Венеры Милоссской является эталоном женской красоты по всю пору. У Афродиты был муж, этим мужем был бог Кузнец Гефест. Впрочем, и с другими богами Афродита вступала в отношения, скажем, от бога Ареса, бога войны. Как я уже говорил, родились страшные сыновья Фобос, Страх и Деймос, Ужас. А также сын Эрод, то есть любовь. И богиня гармония, богиня спокойствия, красота и война, соединившись, породили гармонию в этом мире. Так считали греки. Одним из самых младших богов Греции был Гермес. Гермес или Гермий – бог, который родился у Зевса от нимфы Майи. Он был богом хитрым, достаточно коварным, но младшим, поэтому зачастую был на побегушках у более старших богов. Он считался покровителем торговцев, путешественников, а также воров и мошенников. Символом Гермеса был специальный жезл, который называется Кадуцей. На этом жезле две переплетенные змеи, которые обычно находятся в спокойствии, но когда Гермес гневается, змеи на его Кадуцее оживают. Этот Кадуцей не просто символ Гермеса. Этот Кадуцей – очень важное орудие, чтобы Гермес смог выполнять свою задачу. Как самый быстроногий бог, который очень быстро летает по миру на своих крылатых сандалиях, Гермес отвечает за то, чтобы души умерших проводить в подземное царство. Иногда бывает так, что душа человека после смерти не хочет покидать мир живых, и тогда к нему является Гермес психопомп, то есть предводитель душ. И змеи с жезла Кадуцей обвивают шею вот этой самой непокорной души, и Гермес силой уводит ее к подземному богу Аиду. В Риме Гермеса называли Меркурием и очень и очень уважали. Гермес известен во многих мифах. Его посылают боги, когда нужно передать информацию или помочь кому-то из греческих героев. Еще одним греческим богом Наге является бог Гефест. Гефест второй из сыновей Зевса и Геры, законно рожденный сын бога Зевса. Гефест очень часто при рождении видел ссоры, которые происходили между отцом и матерью. И во время одной из этих ссор попытался заступиться за свою мать Геру, чем страшно прогневал своего отца Зевса. Зевс швырнул Гефеста с Олимпа, Гефест упал, разбился, переломал себе ноги. Ноги, конечно, зажили, все-таки Гефест это бог, но с этого момента на обе ноги Гефест является хромым. Он вообще, прямо скажем, не красавец. Коренастый, с могучими руками, с кривыми ногами, бог Гефест является богом огня и покровителем кузнечного ремесла. Именно бог Гефест выковал оружие для всех младших греческих богов. В Риме его называли вулкан, а символом Гефеста являются молот и наковальня. Гефест выковал щит Зевсу, который не может пробить ни одно оружие. Когда у Зевса закончились молнии, выкованные древними великанами-циклопами, Гефест стал отцу ковать эти самые молнии. А еще Гефест является законным мужем богини любви Афродиты, но часто не видит свою жену, которая предпочитает общество других богов или даже смертных людей. Местом обитания Гефеста вулкана считается остров Сицилия, где в подгорных кузнях Гефест создает свое оружие. Ну и наконец последний из олимпийских богов, бог вина и веселья Дионис. Дионис или Дионис, бог, который последним взошел на Алим. Я уже говорил в предыдущем видео уроке, что изначально одной из олимпийских богинь была богиня-покровительница домашнего очага Гестия. А Дионис потом в греческих мифах Гестию заместил. Дионис является богом виноделия. Именно он научил людей выращивать виноград и делать из виноградного сока пьянящее вино. Дионис это вечно пьяный, вечно веселый бог, который носится по земле. Вокруг него постоянная свита. С одной стороны это веселые полупьяные девицы вакханки. С другой стороны это такие же полупьяные полулюди, полукозлы, которые называются сатиры. Греки считали сатиров духами полей. И вот эти самые сатиры любят пировать с Дионисом, у которого всегда есть веселящие напитки с собой. В руках Диониса его главный символ тирс. Тирс это жезл, который увид плющом на конце этого жезла располагается еловая шишка. Надо сказать это не самая безобидная вещь. Если Дионис на кого-то гневается, он может нанести удар этим тирсом по голове человека. И тот впадает в абсолютно пьяное безумие. Другое имя Диониса вакх, поэтому его спутницы называются вакханки или бахус. А в Риме Диониса называли либер, то есть освободитель. С Дионисом связана очень интересная история, которая объясняет откуда появились дельфины. Однажды Дионис решил отправиться в далекое путешествие и сел на корабль. Но владельцы этого корабля, не прознав, что перед ними бог, решили продать путешественников рабство. Дионис разгневался, вскоре из корабля от гнева Диониса везде стали расти стремительно виноградные лозы, спеленали этих самых пиратов-рабовладельцев, работорговцев, сбросили их в море и Дионис превратил их в дельфинов. С тех пор дельфины желают вернуться на корабли и постоянно эти корабли сопровождают в морских путешествиях, но запрет Диониса не дает им стать дельфинами. Вот такими были главные боги Древней Греции. Это главные из богов, но не весь список. Очень много богов было у греков. Для каждой силы природы, для каждого явления в этом мире у греков был свой собственный бог. Говоря о религии, о мифах и сказаниях Древней Греции нельзя не сказать и о героях. Очень часто греческие боги и богини вступали в любовные отношения со смертными мужчинами и женщинами и от таких браков зачастую рождались великие герои, которые боролись с чудовищами, совершали подвиги, помогали людям. Вот такие полубогие герои тоже отражены в греческих мифах и хотя бы некоторых из них мы должны назвать. Один из самых уважаемых героев Греции это Титан, которого звали Прометей. Прометей из Титанов, то есть из первых созданий на этой земле, но несмотря на то, что он очень древен, он, увидев людей, проникся к ним любовью и жалостью. В изначальные времена люди жили ничего не умея и самое главное не имея огня. И вот тогда Прометей, испытывая сочувствие к людям, спустился к ним с небес, научил их нужным ремеслам, скотоводству, земледелию, кузнечному ремеслу. И самое главное, он похитил божественный огонь, который позволяет людям творить. Он похитил его, несмотря на запрет Зевса и отдал этот божественный огонь людям. И теперь в каждом из нас горит частичка вот этого Прометеева огня, который позволяет нам заниматься творчеством. Зевс страшно разгневался на Прометея и по приказу Зевса Прометей был прикован к огромной скале. Каждый день к Прометею спускался посланный Зевсом орел, который клевал Прометею печень, принося ему страшное страдание. За ночь печень отрастала снова и на следующий день орел снова и снова прилетал мучить Прометея. Освободил Прометея от цепей, убив вот этого орла великий греческий герой Гераком. Другим известным героем Древней Греции был победитель Минотравра Тесей, о котором мы с вами говорили, когда говорили про Древний Крит и Критский лабиринт. Еще один известный герой Греции это Персей. Персей прославился тем, что при помощи бога Гермеса победил страшное чудовище Медузу Гаргону. Медуза Гаргона чудовищное существо, женщина на голове которой росли страшные змеи обладала ужасным качеством. Любого, хоть человека, хоть животное, хоть бога, взгляд Медузы Гаргоны мог обратить в камень. И только Персею при помощи бога Гермеса, его крылатых сандалий, а также шлема невидимки, который Гермес позаимствовал у Аида, удалось Медузу Гаргону победить. Но конечно самый известный из греческих героев это Геракл. Вообще-то Геракла по-настоящему зовут Алкид, а Геракл это прозвище, которое означает своими подвигами прославляющий Геру. Богиня Гера страшно Геракла не любила, потому что Геракл родился от смертной женщины, которую полюбил муж Геры Зевс. Все детство, с самого рождения, всю юность и в общем-то всю зрелость, всю жизнь Геракла, Гера строит ему различные козни именно из-за Геры. Геракл был вынужден пойти в услужение к царю Микен Эврисфею и совершить свои знаменитые 12 подвигов. Ему придется побеждать страшных чудовищ, таких как немейский лев или лернейская гидра. Ему придется доставать предметы, которые кажется, что достать невозможно. Например, золотые яблоки гисперид, которые даруют вечную молодость. Ему придется даже конюшни, загаженные по самую крышу, чистить, как это произошло с авгиевыми конюшнями. Совершив 12 подвигов, расправившись с чудовищами, Геракл стал одним из самых известных греческих героев, а после смерти он вошел в число олимпийских богов. 12 подвигов Геракла заслуживают отдельного рассмотрения. И мы, наверное, сделаем ролик об этих 12 подвигах. А кому не терпится, те могут прочитать замечательную книжку, которая называется «Герои Эллады». В этой книге «Герои Эллады» содержатся рассказы и о Прометее, и о Тезее, и о Геракле, и о Персее, и об Аргонавтах, и об Кастаре, и Полидевке, и об Орфее, и других многих-многих героев Греции. Всех из которых объединяет одно – они были потомками олимпийских богов. Вот такой был мир богов и мир героев Древней Греции. Благодарю вас за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова